Шойгу на Северный флот поступит 368 новейших образцов вооружения. 29 апреля 2019 года российская газета «Шойгу» на Северный флот поступит 368 новейших образцов вооружения. Источник изображения – РИА Новости. 26 апреля в Москве прошла коллегия оборонного ведомства, где подробно обсуждались проблемы развития военной инфраструктуры Северного флота, в том числе в Арктике, и планы совершенствования сети армейских аэродромов до 2028 года. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшие месяцы на Северный флот поступит 368 новейших образцов вооружения и военной техники, а к концу года доля современного арсенала составит там 59%. Кроме того, полным ходом идет строительство военных городков на арктическом побережье России, где по планам Генштаба разместятся базируемые в регионе воинские соединения и части. Так, в поселке Текси в эксплуатацию военным передадут первый блочно-модульный городок. Окончание строительства инфраструктуры всего гарнизона позволит развернуть новое соединение противовоздушной обороны Северного флота, уточнил Шойгу. Он напомнил, что североморцев активно задействуют в международных учениях. Скажем, в прошлом году они участвовали в российско-норвежских поисково-спасательных маневрах Барентс-2018. А в Адинском заливе у берегов Африки вместе с японскими моряками несколько месяцев пресекали пиратские нападения на гражданские суда различных стран. Эти же вопросы отрабатывались и на совместном учении Северного флота и военно-морских сил Пакистана в Аравийском море. С целью демонстрации военного присутствия в Мировом океане флотом, выполненной 43 визита и деловых заходов в порты иностранных государств, подчеркнул министр обороны. Планы на нынешний год тоже впечатляют. Одних только командно-штабных и тактических учений североморцев там около полутысячи. Плюс 1800 боевых упражнений, включая ракетные стрельбы. Во втором полугодии в Заполярье пройдут межвидовые тактические маневры, где бок о бок с моряками Северного флота будут действовать десантники. Как сказал Шойгу, сценарий этих учений предусматривает пуски ракет береговым комплексом «Бастион» с одного из самых северных российских архипелагов. Стало доброй традицией во время походов в высокие широты проводить при поддержке Русского географического общества комплексные экспедиции по маршрутам русских полярников, напомнил министр. В этом году планируется экспедиция на архипелаг земля Франции Иосифа. Ее участники повторят путь знаменитого исследователя Георгия Львовича Брусилова, который стал прототипом Татаринова в известном романе «Каверина-2 капитана». Теперь, что касается развития военной аэродромной сети. За последние пять лет по контрактам с Минобороны были реконструированы искусственный взлетно-посадочные полосы 12 аэродромов. Шойгу сообщил, что сейчас в ведомстве готовят план переделки и ремонта еще 106 таких объектов. Там, в частности, приведут в надлежащий вид более 13 миллионов КВ. метров искусственных покрытий взлетно-посадочных полос, рулежек, стоянок и укрытий самолетов. А еще будет построено более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Создана инфраструктура для перспективных авиакомплексов. В этом же году планируется ввести в строй шесть современных авиационных тренажерных комплексов. Тем временем, продолжаются работы еще на четырех военных аэродромах, причем два из них расположены в арктической зоне. Шойгу особо подчеркнул, что дальнейшее развитие аэродромной сети вооруженных сил позволит обеспечить более оперативное применение авиации и ее безопасную эксплуатацию. На коллегии также шла речь о подготовке КВИ, юбилейному международному военно-техническому форуму армии. Он пройдет в июне в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка «Патриот». Шойгу напомнил, что пять лет назад, разрабатывая концепцию такого форума, в Минобороны видели в нем крупнейшую мировую выставку вооружения и техники. Эта площадка должна была стать местом продвижения отечественной продукции военного назначения и укрепления межгосударственной кооперации по созданию современного оружия. Задуманная воплотилась в жизнь, считает министр обороны. Только в прошлом году в форуме приняли участие более 1200 предприятий и организаций, которые представили свыше 26 тысяч своих образцов продукции и разработок. По словам Шойгу, в этом году будет значительно расширен авиационный кластер и экспозиции, освещающие миротворческие действия российской военной группировки в Сирии. Ожидается участие в форуме «Армия-2019» более 130 государств и полутора тысяч предприятий, которые представят почти 27 тысяч образцов своей продукции. Юрий Гаврилов. Право на данный материал принадлежат российская газета. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.